И сразу я хочу задать вопрос главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову, который сейчас находится с нами на связи и нас слышит. Рамзан Ахматович, тут упоминается Чеченская Республика. Люди хотят прийти и освободить. Можете что-то ответить? Ну, они один раз пришли к нам, 99% не ушли. Мы их закопали. Ну, если придут в республику с миром, мы приветствуем Чеченскую, очень гостеприимные. Если с войной, то они точно не доедут. Это я вам гарантирую. Поэтому у нас в республике действует законы Российской Федерации, законы Чеченской Республики, сформированы все виды власти. Народ давно определился, еще в 2003 году, как они и с кем они хотят жить. Поэтому эти шайтаны, мы их уничтожали. Абу-Валид, Мухаттаб, Абу-Хаус, Маус, их мы все уничтожали. И если друг, да, они не подумали. Просто один болтун проболтал. И поэтому они знают прекрасно, что влезть в Чеченскую Республику, им не выгодно. Им выгодно под дудкой Америки, Европы убивать там друг друга и зарабатывать деньги. Америка, Запад сделать свою политику. Но вообще, Рамзат, если такие мысли у сирийских боевиков существуют, то рано или поздно кто-то из них может захотеть оказаться на территории нашей страны. Все-таки исключать этого нельзя. Опасность это есть. Каждый хочет, у каждого есть своеведенная жизнь. Каждый мечтает о хорошем жизни или о плохом. Поэтому, если он захотел, то мы ему поможем. Он же говорит, что на пути Всевышнего и хочет попасть в рай. Мы ему дадим билет, один конец, и отправим туда его. Спасибо. С нами на связи был глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Владимир Вольфович, можете прокомментировать ряд этих трагических событий и реакцию Соединенных Штатов? Здесь есть определенная взаимосвязь. Кто-то здесь сказал, что якобы это неорганизованные какие-то отдельные уголовники. Их используют. Но это смертники все. Вот на Украине, что против России, сегодня их кровью сами заливают, они участвуют в этих преступлениях, что им нельзя было уйти в Европу. Их накажут. Даже Киев их обязан будет выдать. У них один путь. У украинских боевиков это продолжать партизане, там диверсанты и устраивать рейды наши западные регионы. И Ближний Восток. Они проживали в сирийце, в прекрасном государстве Сирия. Все у них было. Но часть из них сделали оппозиции якобы. Опять все в крови. Но их же кто вооружил-то? Вот этих вот ребят. Американцы. И тут и там. Везде американцы. Везде Запад. Везде НАТО. А почему, Владимир Вольфович, а почему повторяют ошибку? Вот смотрите, в Афганистане вооружали против русских Аль-Каида. Да. И, собственно, она потом привела к трагедии 11 сентября. Это чтобы напоить кровью. А сейчас это все сценария один и тот же. Не надо думать, что случайно кто-то где-то вырвался. И вот он... Ведь это все против нас поворачивается. Видимо, вроде бы война идет на Ближнем Востоке. А угроза нам. Вот мы вам самолеты даете, Башу Расуду. Это ж сирийц говорит. Да, сирийц говорит. 50 лет мы защищали. 50 лет они жили как в раю. Вполне внятно, мне кажется. Но вот видите, что делал? И русские на Украине. Русские в Донбассе, они тоже готовы с нами биться и бороться. То есть это все организовано против России.